Средство выполнения святотатственного ремесла на основании заключенного с демонами договора различны. Надо обратить внимание на следующее. Как установлено в первой части, ведьмам бывают трех родов. Такие, которые вредят, но не могут излечить. Которые вылечивают, но в силу особого договора с дьяволом, не вредят. И такие, которые вредят и лечат. Среди же вредящих имеется один высший разряд. Находящиеся в этом разряде способны выполнять все прочие чародейства, которые другие совершают только частично. Поэтому, когда описываются приемы их действий, становится достаточно ясным и способы более низшего порядка. Сюда относятся те ведьмы, которые, вопреки инстинкту человеческой природы, больше того, вопреки инстинкту диких зверей, имеют обыкновение особым образом пожирать детей. И это высший род среди занимающихся колдовством. Это именно они насылают всякого рода порчу. Посылают град, бури и дурную погоду. Причиняют бесплодие людям и животным. Посвящают детей, которых они не пожрали демонам, как об этом говорилось выше. Или же убивают их, что, однако, случается только с детьми, которые не возрождены водой крещения. Если же, как выясняется, они пожирают и возрожденных, то только с Божьего попущения. Они умеют, гуляющих возле воды детей на глазах родителей, бросать в воду, но так, что никто этого не заметит. Приводить лошадей подсадникам в бешенство. Перелетать с места на место по воздуху телесно или только в воображении. Затуманивать души судей и председателей, дабы последние не могли им вредить. Внушать себе и другим молчание во время пыток. Поражать руки и сердца арестовывающих их сильной дрожью. Скрытое других обнаруживать, предсказывать будущее по указанию дьявола. Что, однако, может иметь и естественные причины. Видеть отсутствующих как присутствующих. Сердца людей склонять к необыкновенной любви или ненависти. Когда хотят убивать удар молнии, известных людей или животных. Лишать силы деторождения. Или даже способности к совокуплению. Вызывать преждевременные роды. Убивать детей во чреве матери одним внешним прикосновением. Даже иногда одним взглядом без прикосновения. Околдовывать людей и животных и наносить им смерть. Собственных детей посвящать демону. Одним словом, как указано выше, все зловредное, что другие ведьмы способны выполнять отчасти, эти могут совершать в том случае, конечно, если подобное допускает правосудие Божие. Ведьмы, принадлежащие к этому высшему разряду, умеют все это выполнять, тогда как принадлежащие к низшему разряду не способны на все. Однако, все они могут совершать плоские непотребства с демонами. Из способа, какими они выполняют свою профессию, поскольку они принадлежат к высшему разряду, легко понять и способы других ведьм. Прежде 30 лет тому назад таковые были по соседству с Савой, по направлению к Бермскому округу, как рассказывает Нидер в своем муравейнике. Теперь в Ломбардии, по направлению к австрийскому герстокству, где инквизитор Куманус в течение одного года приказал сжечь 41 ведьму. Это было в 1485 году. Он и до сих пор усердно занят инквизицией. Способ же заключения союза с дьяволом двоякий. Один торжественный, с торжественным обетом, другой частный, который может быть заключен с дьяволом в какое угодно время. Торжественный бывает тогда, когда ведьма в установленный день приходит на определенное сборное место, где видит демона в образе человека. И в то время, как он побуждает их к сохранению верности по отношению к себе, ради временного благополучия и продолжительной жизни, присутствующий дает обет, принятого именно себя послушанием. Если демон находит, что послушница или добровольный ученик склонны к отрицанию веры или христианского богослужения и отказываются больше почитать приблаженную Деву Марию и святые таинства, тогда демон простирает руку, то же делают послушницы или ученик, и с клятвенной поднятой рукой обещают соблюдать это. После того, как демон примет эти обеты, он тот час прибавит, но это еще недостаточно. И когда ученик спросит, что же еще надо сделать, демон требует присяги, которая состоит в обещании принадлежать ему навеки душой и телом и всеми силами привлекать к нему и других лиц обоего пола. Наконец, демон потребует, чтобы приготовили мазь из костей и членов детей, преимущественно тех, которые не возрождены водой крещения. Посредством этой мази они могут с его помощью исполнить все свои желания. Об этом способе мы, инквизиторы, узнали в городе Брейзахи, базельской епархии. О нем нам полностью сообщила одна молодая, но очень обращенная ведьма. Тетка, которая была сожжена в Страсбургской епархии. Она прибавила к этому также способ, которым тетка пыталась соблазнить ее вначале, был следующий. Однажды она приказала ей следовать за собой по лестнице и по ее приказу войти в комнату. Там она увидела 15 молодых людей в одеждах зеленого цвета. Какие обычно носят рыцари. Тетка сказала ей, выбери одного из этих юношей, кого ты хочешь, того я тебе дам. И он сделает тебя своей невестой. Когда та ответила, что не хочет ни одного, то жестко была побита теткой. Но потом согласилась и заключила союз указанным способом. Она уверяла также, что по ночам часто улетала с ней на большие расстояния, даже из Страсбурга в Кельн. Между прочим, это та, по поводу которой в первой части мы обещали выяснить, в телесном ли виде ведьма переносится демонами с места на место. Это было по поводу слов канона, где текст полагает, что это бывает только в воображении. Между тем, как они действительно переносятся в телесном виде. Когда спросили ведьму, не в воображении ли или фантазии, при обмане демонами такое бывает, она ответила, что бывает тем и другим образом, но истина выясняется потом, когда ниже будем объяснять способ перелета с места на место. Эта ведьма уверяет также, что очень большое зло причиняет повитухи, так как они большей части убивают или передают детей демонам. Она сказала, что жестоко была избита своей теткой за то, что открылась спрятанный горшок, в котором нашла много детских голов. И еще многое другое рассказала она после того, как дала клятву, что будет говорить правду. Ее рассказам о способах заключения союза с дьяволом, безусловно, следует верить. Упомянутый Иоганн Нидер, выдающийся ученый, который в наше время славился своими творениями, рассказывает со слов инквизитора Эдуэнской епархии, который именно в этой епархии за колдовские дела многих допрашивал и приказал жечь, говорит, из сообщения упомянутого инквизитора я узнал, что в Лозаннском герцогстве некоторые ведьмы варят собственных детей и пожирают. По его словам, ведьмы приходят на определенное сборище и как в действительности видят демонов в приятном им образе человека. Ученик должен дать ему обед, отречься от христианства и никогда не принимать причастие. Попирайте ногами крест, где это втайне возможно. Далее следует другой пример. Был общий слух, рассказывает Петр, судья в Болтинге, что в Бернском округе 13 детей были съедены ведьмами. За такое злодеяние общественное правосудие расправляется довольно жестоко. Когда Петр спросил одну арестованную ведьму, каким образом они пожирают детей, она ответила, «Таким образом, преимущественно, мы подстерегаем детей некрещенных, но также и крещенных, особенно если они не ограждены крестным знамением и молитвами. Мы убиваем их согласно нашим обрядам, когда они лежат в колыбели или с родителями. После их смерти, когда думают, что они задавлены во время сна или умерли от иной причины, мы украткой похищаем их из могилы и варим их в кастрюле до тех пор, пока не размякнут кости, и все тело не сделается жидким и годным для питья. Из более густой массы мы делаем мазь, применяя ее для выполнения наших желаний волшебства и перелетов. Более же жидкой массой мы наполняем пузатую бутыль. Тот, кто из нее выпьет, с соответствующими при этом обрядами, становится соучастником и учителем нашей секты. Следует привести другой, еще более разительный и яркий пример. Один молодой человек был схвачен вместе со своей женой-ведьмой и был заключен отдельно от нее в особой башне. Он сказал Брэнскому суду, «Если бы я мог получить прощение за мои преступления, то я бы охотно открыл все, что знаю о колдовстве, так как вижу, что мне должно умереть». Когда он услышал от присутствующих ученых, что он может получить прощение, если он искренне покаяться, то радостно пошел на смерть и рассказал о средствах первичной заразы. Он сказал порядок, как он также и я был совращен, следующий. Прежде всего, будущий ученик должен совместно с наставником в воскресный день пойти в церковь до того, как бывает освящена святая вода и там перед ним отречься от Христа, веры, крещения и Вселенской Церкви. После этого ученик должен принести присягу наставнику, то есть маленького наставнику. Препятствие не составляет то, что демон, когда ему приносят присягу, иногда присутствует, а иногда нет, так как в этом случае он поступает хитро. Он хорошо видит настроение будущего ученика, который в его присутствии, как испытуемый из-за страха, может отступить. Демон полагает, что с помощью друзей и знакомых его легче подтолкнуть к соглашению, потому-то они и называют его в его отсутствии «маленький наставник», дабы испытуемый получил незначительное впечатление о наставнике, и потому менее был напуган. Наконец он пьет из вышеупомянутой пузатой бутыли, после чего тут час чувствует внутри себя, что он воспринимает образы нашего искусства и удерживает в памяти главнейший ритуал этой секты. Таким образом были совращены я и моя жена, которая, я думаю, будет столь упорна, что скорее вынесет огненную смерть, чем сознается малейшей истины. Но, увы, мы оба виновны. Все, что рассказал молодой человек, оправдалось. Было видно, в каком большом сокрушении умирал раскаившийся юноша. Жена же его, несмотря на показания свидетелей, не хотела сознаться ни в чем, даже на пытке, даже перед лицом смерти. А когда палач зажег костер, она хулила его сквернейшими словами и так была сожжена. Вот в чем состоит торжественный способ заключения союза с дьяволом. Другой частный происходит разнообразными способами. А именно, иногда демон является мужчином или женщином, которые переживают телесное или временное огорчение, иногда он говорит с ними через посредников. Если они выражают желание поступать согласно его совету, то он обещает, что все будет к их желанию и удовольствию. Как уже говорилось в первой главе, он начинает с малого, чтобы постепенно привести их к большему. В подтверждение этого мы могли бы привести многочисленные дела и случаи из нашего опыта инквизиции. Но так как этот вопрос не вызывает никаких затруднений, то, стараясь быть краткими, мы переходим к дальнейшему объяснению. При объяснении, приносимой демону присяги, нужно принять во внимание еще кое-что. Относительно того, что дьявол принимает присягу, нужно иметь в виду, по какой причине и как различно он это делает. Во-первых, хотя дьявол делает это главным образом для того, чтобы еще более оскорбить, божественное величие, присваивая себе творение Божие, цели в большей уверенности, что оно впоследствии будет осуждено, к чему он и стремится. Однако мы находили, что подобную клятву он принимал с обетом на известный ряд лет, а иногда лишь обет. Клятву же на определенные годы отменял. Мы должны сказать, что обет состоит в полном или частичном отрицании веры. Полное отрицание, как сказано выше, когда вера отрицается в целом, частично, когда в силу заключенного договора приходится соблюдать некоторые обряды, противные правилам церкви. Например, по воскресным дням поститься, по пятницам есть мясо, скрывать некоторые преступления на исповеди и тому подобное. Клятва же состоит, мы можем сказать, в том, чтобы предать ему тело и душу. Почему подобное делается, на этом мы можем указать четыре причины со стороны дьявола. Если, как выяснено в первой части, очевидно, что в глубину сердец проникнуть он не может, потому что это доступно одному Богу, предположительно, однако, он добивается познания их, как это будет скоро выяснено ниже, поэтому, коль скоро он замечает, что испытуема им послушница, с трудом поддается соглашению с ним, он ласково приступает к ней, требуя немногого, чтобы постепенно довести ее до большего. Вторая причина, так как между отрекающимися от веры имеется различие, потому что одни отрекаются устами, другие же устами и сердцем, то дьявол, желая испытать, предаются ли ему столько же сердцем, сколько на устах, определяет известный ряд лет, чтобы за это время испытать их на словах и на деле. Третья причина, если через известный промежуток времени он узнает, что она не готова добровольно выполнить какой-либо поступок и принадлежит ему только устами, но не сердцем, охраняемое по Божьему милосердию добрым ангелом, о чем демон может знать по многим признакам, тогда он старается помудить ее к падению, подвергая временным огорчениям, дабы так или иначе путем отчаяния иметь возможность извлечь пользу для себя. Истинность сказанного ясна, если спросить, в чем причина того, что некоторые ведьмы, несмотря на какие угодно, даже самые мучительные пытки не сознаются ни в чем, тогда как другие при допросе легко признают свои преступления, равно так же, почему некоторые после того, как сознались, стараются покочить жизнь самоубийством. На это можно сказать, если не содействует через посредство святых ангелов божественное внушение тому, чтобы ведьмы были принуждены сознаться в истине и избежать преступного молчания, то тогда это происходит при помощи дьявола, что обычно и бывает. Или молчание, или признание преступлений. Первое случается с теми, которые, как дьявол знает, отреклись от веры сердцем и устами, и таким же образом дали ему клятву верности. В их постоянстве он уверен, так как наоборот, других он оставляет без защиты, так как знает, что они ему мало полезны. Опыт часто нас учил, и из признаний всех тех, которых мы сожгли, ясно было, что они добровольно совершали колдовские поступки. В этом они признавались не в надежде освобождения, так как истина обнаруживалась благодаря ударам и побоям, полученными ими от демонов, когда они не слушались их указаний. Очень часто лица их можно было видеть опухшими и с виноватыми. Наша практика также установила ту истину, что после того, как попыткой они сознавались в преступлениях, они всегда стремились покончить свою жизнь самоубийством. Поэтому, как только они сознаются, каждый час к ним посылаются сторожа, наблюдающие за ними. Иногда, по небрежности охраны, находят ведьм, повесившимися на ремне или на платье. Этому содействует, как сказано, враг, дабы они не могли с сокрушением или через таинство исповеди получить прощение. Тех же, которых он никогда не мог привлечь к себе сердцем, так что они легко могли бы получить у Бога прощение, он старается под конец привести во временное замешательство и к ужасной смерти. Хотя, благодаря великой милости Божией, мы свято должны верить, что истинным сокрушением и искренним сознанием они получили бы прощением, если они предавались тем мерзостям недобровольно. После этого становится ясно, что произошло почти три года тому назад в Страксбургской и Константской епархиях и в городах Гигнау и в Рименсбурге. В первом городе одна ведьма повесилась на изодранном платье, другая по имени Вальпургия была широко известна благодаря колдовскому искусству молчания. Она и других женщин учила, каким средством они должны достичь такого молчания, а именно нужно сварить в печи перворожденного мальчика. Имеется еще и четвертая причина, почему демоны некоторым ведьмам срок принесения присяги отлагают, а другим нет. Потому что они точнее знают продолжительность жизни людей и могут легко определить им срок жизни или неожиданно способом описанным выше укоротить ее. Это легко выясняется из дел и поступков ведьм. При этом в таких делах прежде всего обнаруживается хитрость демонов. Августин в книге о природе демонов указывал семь причин на основании которых демоны довольно хорошо предсказывают будущее. Наверное, конечно, они его знать не могут. Во-первых, они сильны природной остротой ума, потому что они мыслят без суждений, что необходимо для нашего мышления. Во-вторых, потому что они вследствие продолжительного опыта и откровения высших духов знают больше, чем мы. Поэтому ученые часто ссылаются на Исидора в том, что демоны сильны троякую способность ума, естественной проницательностью, продолжительным опытом, и откровением высших духов. В-третьих, благодаря быстроте их передвижения, так что они на востоке могут сказать, что случилось на западе. В-четвертых, так как они при попущении Божием своей властью могут насылать болезни, отравлять воздух, посылать голод, то могут и предсказывать. В-пятых, потому что по некоторым признакам они могут точнее предсказать, чем врач, изучив мочу и пульс. Если врач судит о состоянии больного по некоторым признакам, которых обыкновенный человек не замечает, то и демон видит то, что ни один человек естественно не видит. В-шестых, потому что по признакам исходящим из души человека демоны заключают о том, что есть или будет в душе искуснее, чем умный человек. Они знают точно, какие имеются побуждения, следовательно, какие будут поступки. В-шестых, они лучше знают пророков и их писания, чем люди, а ведь от этого зависит многое в будущем. Поэтому на основании пророчеств демоны могут предсказывать многое из будущего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что демон знает естественный срок жизни, хотя бывает иначе. Когда наступает случайный конец, например, через сожжение, которому демон в конце концов даже содействует, если он, как сказано, обнаруживает ведьмах противление его воле, боясь их отречения от него и обращения к вере, тех, которые идут ему навстречу, он защищает до естественного конца, до их смерти. Теперь мы приведем примеры тех и других случаев из нашей практики. В базильской епархии в деревне, расположенной на берегу Рейна по имени Абервеллер, был почетный приходской священник, имевший заблуждение, что на свете нет никаких ведьм, что они существуют только в человеческом воображении, которое подобного рода чародейства приписывают слабым женщинам. Бог восхотел излечить его от этого заблуждения, чтобы ему стало ясно, что демоны могут через посредство ведьм оказывать влияние на продолжительность жизни. Однажды, когда он спешил по делам, он, переходя через мост, встретил к несчастью одну старуху, которую при входе на мост не хотел пропускать вперед. Случилось так, что, к несчастью, он толкнул ее в грязь. Возмутившись, она стала выкрикивать ругательство и сказала «Берегись, поп, это тебе безнаказанно не пройдет». Хотя он обратил мало внимания на эти слова, однако ночью, когда он хотел встать, то почувствовал, что околдован ниже поясницы и принужден был пользоваться услугами других людей, когда хотел прийти в церковь. Так в течение трех лет он находился на попечении своей родной матери. После этого времени старуха, которой он за ругательство подозревал, что она околдовала его, завалила и обратилась к нему с просьбой исповедать ее. Хотя священник ответил грубо, чтобы она исповедалась дьяволу, своему учителю, однако по настоянию своей матери, опираясь на руки двух крестьян, он пошел к ней в дом и сел у изголовья кровати, на которой лежала ведьма. Оба крестьянина снаружи возле окна, так как изба стояла невысоко, прислушивались, сознается ли она в совершенном ею колдовстве. Во время исповеди она ни одним словом не упомянула о своем колдовском поступке. По искончании исповеди, однако, она сказала, «Знаешь ли ты, поп, кто тебя околдовал?» И когда он ласково ответил, что не знает, она продолжала, «Ты подозреваешь меня и правильно, зная, что это я тебя околдовала». И когда священник стал просить ее об освобождении колдовства, она сказала, «Вот пришло время, мне нужно умирать, и я так сделаю, что через несколько дней по моей смерти ты будешь здоров». Так и случилось. Она умерла в установленный ей дьяволом срок, а священник после 30 дней снова почувствовал себя совершенно здоровым. Имя священника Поп Гессалин. Нечто подобное случилось в той же Безальской епархии в деревне Бухель возле города Гевель. Некая женщина впоследствии пойманная и сожженная в течение шести лет сожительствовала с инкубом даже под боком своего спящего мужа. Это бывало три раза в неделю в субботу, среду и пятницу или же в другие праздничные ночи. Она дала клятву, что по истечении семи лет она посвятит себя ему телом и душою. Однако, иначе рассудил Бог. На шестой год, будучи схвачена и предана огню, она искренне и полностью созналась, веря, что она получила от Бога прощение. Она охотно шла на смерть, уверяя, что если бы она была освобождена, то предпочла бы смерть, чем оставалась во власти демона. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok